Сырость, плесень и грибы Амич обнаружил в собственной квартире необычную растительность. Жилье расположено на девятом этаже многоквартирного дома по улице энтузиастов. Там постоянно течет крыша, однако управляющая компания решать проблему не торопится. Юлия Боброва продолжит тему. Плесень, испорченные обои и грибы на потолке. Алексей Головачев рассказывает, неудивительно, что в квартире появилась грибница. Сырость уже давно досаждает всем жильцам дома. Крыша протекает с августа прошлого года. Тогда Амич обратился в управляющую компанию «Управдом-4». Они изначально мне говорили, что возможно можно как-то залатать, но потом пришли и сказали, что мы делать этого не будем, нет возможности. Наступила осень, дожди пошли, побежала крыша. Потом где-то примерно на ноябре-декабре месяце, точно не вспомню, присылают квартиранту фотографию этих грибов. Соответственно, когда я увидел это фото, я уже понял, что нужно уже как-то с ними по-другому вопрос решать. Но коммунальщики заявили, они могут только очистить крышу от снега. Чинить ее должен Фонд капитального ремонта. Согласно краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в данном многоквартирном доме в 2016 году планировалось провести работы по ремонту следующих конструктивных элементов – ремонт крыш. По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту крыши дома не подана ни одна заявка от подрядных организаций. Конкурс признан несостоявшимся. В Роспотребнадзоре говорят, от грибка спасет только ремонт. Заниматься этим должны коммунальщики. Плесневые грибки, которые находятся в жилых помещениях, токсического влияния на организм не оказывают. Они могут только вызвать аллергические реакции. Плесень как возникает? Возникает об некачественной работе вентиляции. Это прежде всего недостаточная строительная конструкция. И все эти вопросы регулируются правилами технической эксплуатации жилищного фонда. Последней инстанцией, куда пожаловался Андрей, стала жилинспекция. В ведомстве признали, что кровля нуждается в капитальном ремонте. Коммунальщикам выдано предписание, чтобы те устранили нарушения. Однако люди уже не рассчитывают на добросовестность управляющей компании и намерены обращаться в суд. Юлия Попрова, Дмитрий Ковалев, Дмитрий Куканас, Павел Хадынский. Новости здесь, Омск.